Вы читали «Мастера и Маргарита»? Помните, когда Маргарита на метле летела на окраину Москвы? Она полетает на полуостров, ее встречают маленькие эльфы и ведут на бал к Воланду. Маленькие эльфы. Когда Алла была маленькая и Мартин были маленькие, а Алла прибегает и говорит «Папа, папа, папа, я видела эльфов, маленьких эльфов». А говорят, что дети до пяти лет, до пяти лет дети видят вот это все. Ну девочка гонит, ребенок, все. Потом Мартин прибегает к ночью «Папа, папа, эльфы, у меня эльфы в комнате, эльфы». Ну, совпадение. Спустя там лет пять, сейчас им двенадцать, когда пятьдесят пять лет мне снимали фильм, да, два года назад, у меня съемочная группа НТВ при мне снимала фильм. И Галя, режиссер и сценарист фильма, говорит, «А вы знаете, Филипп, между прочим, в моем детстве, когда я была маленькой, меня родители привозили именно сюда, это был общественный пляж, это еще не было частной территории, меня приводили родители купаться на пляж загорать, и я, представляете, здесь общалась и видела маленьких эльфов». И тут наш Ян, Ян, мой креативный продюсер. Не Янис, а Ян. Ян, да, кстати. Я говорю, что такое Ян? Он говорит, я сейчас похолодею, сейчас упаду в обморок. Он говорит, Филипп, вы помните «Мастера Маргарита»? Это настольная книга. И помните вот эту вот историю? А вы знаете, что там описано именно это место? Это место описано, полуостров, «Мастера Маргарита» на окраине Москвы, тогда это было окраина Москвы. Это сколько лет назад? Ну, когда Мастер Маргарита был? Тридцать седьмой? Тридцатые годы. Тридцатые годы. Сейчас двадцать четвертый год. Ну, это чуть меньше с санит, двадцать лет назад. Понимаешь? Девенадцатый год назад. То есть, вот это место не случайное. И это моя любимая книга, Булгаков мой любимый автор. И вот это эльфы, и действительно здесь живут эльфы, и их дети видят. И вот это место описано у Булгакова в романе. Вот тебе, пожалуйста, два чудеса.